МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческий конкурс «Слава Созидателям» продолжается. Криминальная сводка за минувшую неделю. Сегодня у нас с вами юбилей. Встреча друзей в поселке Якимовича. А теперь об этих и других событиях подробнее. С 1 августа увеличились пенсии для работающих пенсионеров. Однако на большую сумму рассчитывать не стоит. Августовская прибавка индивидуальна, и её размер зависит не только от уровня зарплаты работающего пенсионера, но и от его возраста. Максимальная прибавка составляет почти 223 рубля. В нашей области впервые за пятилетку выросла преступность. Этот факт был озвучен в ходе коллегии прокуратуры региона, где подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. Прокурор Смоленской области Евгений Полонский сообщил, что в регионе зарегистрировано 7 326 преступлений, а это на 7,1% больше, чем в прошлом году. День ВМФ в России начали отмечать с 1939 года по предложению адмирала Кузнецова, как дань уважения всем военным морякам и их близким, как память об исторической славе российского флота, завоевавшего для своей страны право на независимость и процветание. Военно-морской флот – это гордость всей страны с боевыми традициями и героической биографией. Этот праздник отмечают не только военные моряки, но и все, кто гордится флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее. Более 10 лет в Десногорске существует морское собрание. Эта общественная организация объединяет моряков всех поколений. Ежегодно в День ВМФ они собираются около памятника погибшим морякам, чтобы поздравить друг друга и почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Глава администрации нашего города пришел поздравить моряков с праздником. Спасибо вам огромное за службу Родине, за пример, которым вы подаете следующим поколениям. От всей души поздравляю вас с праздником. Хочу пожелать здоровья и достатка в семье. Капитаны второго ранга Владимир Петров и Виктор Акулич вручили матросам Тегнию и Акулову медали, посвященные 100-летию Северного флота. Жители Смоленской области стали меньше ходить в кафе, тратить на бытовую технику и мебель. Таковы данные Индекса экономических настроений населения за июль текущего года, подготовленного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Наша область вошла в число 16 регионов России, где произошло снижение индекса. Правда, просела Смоленщина не сильно, всего на 0,1%. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз замороженной говядины белорусского производства. Груз весом 14 тонн следовал в Оренбург. Во время проверки было установлено, что на продукции присутствуют следы разморозки. Маркировочная этикетка нанесена таким образом, что ее целостность при вскрытии не нарушается. Кроме того, по некоторым признакам специалисты сделали вывод, что погрузка мяса происходила без присутствия ветврача. Десногорцы активно участвуют во всероссийском конкурсе «Видеоработ». В жюри поступило уже 50 работ школьников. На суд жюри уже представлено более 50 работ. Героями видеоинтервью стали люди разных специальностей. Те, кто был непосредственным участником исторических событий. В первой школе над созданием видеороликов трудятся три творческие группы. Но на достигнутом останавливаться не собираются. Очень понравилось монтировать сковороду Геннадия Арсеньевича. Он очень интересный человек, так интересно говорил. Один из вопросов, который мы задавали нашим участникам, какое ваше любимое место в городе. И теперь, когда нам уже все рассказали, мы можем составить такой определенный путеводитель интересных мест по нашему городу. Благодаря этому проекту мы научились быть командой. Каждый делал свое дело, независимо от того, что как бы он его плохо или хорошо не делал, у нас в итоге все получалось прекрасно. Я считаю, что каждый должен знать историю своего города, и мы не должны забывать своих первостроителей. Когда мы с ними начинали, они думали, тяп-ляп и готово. А потом они там включились и хотели сделать хорошо. И когда у нас мы приглашали тех людей, которые проходили через нас, мы так их называем, мы смотрели им в глаза, общались, звонили, мы их видели фотографии, листали альбомы, это очень дорогого стоит. Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут ученики 6 по 11 классы школ города. Для этого автору необходимо записать видеоинтервью с представителем старшего поколения и принести свою работу в Комитет по образованию Десногорска до 15 августа. Подробная информация о конкурсе расположена на сайте Комитета. Работы, прошедшие во всероссийский этап конкурса, будут размещены на официальном сайте «История страны Русатом». Авторы лучших работ будут награждены дипломами госкорпорации «Русатом», ценными призами и путевками. Я всячески поддерживаю то, что делается. Я считаю, что это очень-очень полезно, потому что из таких небольших, коротких рассказов молодое подрастающее поколение может сделать далеко от идущих выводов и принять правильное решение, как себя вести, как работать, как учиться и так далее. Криминальный блок. В Десногорске сотрудники вневедомственной охраны задержали 30-летнего мужчину, разыскиваемого Уфсином за незаконный оборот наркотиков. Задержанный будет передан инициатору розыска. 2 августа в 3 часа 39 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Крапивно. К месту возгорания были направлены расчеты 15-й пожарно-спасательной части Десногорска и 83-й из Рославля. На месте огнеборцы выяснили, что горит частный жилой дом. К ним на помощь подоспели добровольные пожарные дружинники Крапивинского сельского поселения. В 4.40 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, причиненный ущерб устанавливаются. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 139 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 116 административных правонарушений. В том числе нарушений правил дорожного движения 92. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 24 человека. Храм в честь святого Ванифатия в Починковском районе будет достроен и освящен этой осенью. Деревня Лосня может стать местом паломничества для желающих исцелиться от алкоголизма. На открытие церкви ждут и супругу российского премьера Светлану Медведеву, которая возглавляет фонд социально-культурных инициатив. Пове Шаттауэр, известный в России как рассерженный немец, и ещё 250 граждан Германии, Австрии и Швейцарии намерены отправиться в автопробег мира Берлин-Москва. Колонна выдвинется 7 августа. Смоленск участники автопробега планируют посетить 18 августа, преодолев более 4000 километров. В минувшую пятницу в посёлке Якимовиче возле открытой эстрады прошёл весёлый праздник. Кто его организовал и почему, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Много лет тому назад в посёлке Якимовиче существовал вокально-инструментальный ансамбль «Юность». Его создателем и руководителем был Сергей Горчаков. Наши экипинские таланты подхватил, научил играть, ансамбль создал. Посёлок маленький, школа одна, поэтому со школьной скамьи мы знали, кто что умеет. Ребята выступали на всех праздниках, дискотеках и даже приезжали в строившийся тогда Десногорск с концертами. Исполняли песни известных в то время групп и артистов. Репертуар подбирали для себя сами. Песни ретро-старые – это та же Наташа Королёва, Натали, ну, то есть всех известных исполнителей, которые были раньше в 90-х, 80-х годах. Просуществовала группа целых 15 лет. За это время в ней поменялось много вокалистов. Ребята, окончив школу, уезжали из посёлка учиться. И на их смену приходили другие музыкально одарённые дети. Многие назад уже не возвращались. Только костяк группы Ирина Шуравина, Наталья Минина и Алексей Киселёв ещё много лет продолжали выступать. Свой праздник, встречу старых друзей, участники группы посвятили первому концерту, который они организовали в посёлке 20 лет тому назад. Потому что 20 лет мы решили сделать праздник, собраться. Мы везде, мы сейчас не живём здесь, кто живёт, кто не живёт, но мы собрались и организовали этот праздник. Ретро. Ретро, чтобы люди вспомнили, порадовались. Именно наш возраст. Старожилы посёлка этот праздник с участием ребят помнят и по сей день. Они в клубе, они в школе выступали. Шли в ансамбль, молодцы. Ребят знаем, выросли тут они где. И молодцы, начинали. Они ещё, по-моему, в клубе выступали, начинали. Молодцы, нравится нам очень. Мы не знали, что. Так бы пригласили своих детей, бы приехали. Они всегда приезжают с Десногорска. Ну, хотели бы, конечно, на празднике вы присутствовали. И почаще приезжали, потому что очень интересно. Сколько артистов было, нам это больше всего нравится. Может, вот такие ретро-праздники подтолкнут нашу молодёжь организовать подобные ансамбли сейчас? И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...